Баженков Евгений Владимирович, председатель комитета по физическому воспитанию и спорту Министерства образования и науки в Украине. Сегодня состоялось назначение подписания контакта с Острецовым Виктором Васильевичем. Он сегодня приступил к обязанностям начальника Луганского областного отделения комитета по физическому обеспечиванию и спорту Министерства образования и науки. С 1 июля организация была без руководителя, исполняла обязанности Анны Петровны, предыдущий руководитель Гуцала Виталий Васильевич. Много здесь возглавлял это направление работы, много сделал на своем посту, 71 год человеку, был нашим почетным грамотным кабинетом, отмечены его заслужения на наивысшем уровне. Но время идет вперед, кадры обновляются, молодая кровь нужной организации, стоят новые задачи и министрам, и наивысшим руководителям государства по усилению работы в направлении развития студенческого спорта, ученического спорта. Вы знаете, что в этом году, в 2015 год, это год всемирных универсиалов. Сейчас мы готовимся к зимней универсиале, которая состоится с 11 по 21 декабря в Италии, в провинции Дренкино. Команда сформирована уже и планируется участие 130 человек. Из них 90 почти спортсменов, остальные тренеры, массажисты, обслуживающий персонал и небольшой штаб. Вы знаете, что в следующем году состоятся также Олимпийские игры, поэтому, к сожалению, на универсиаду мы не можем рассчитывать на студентов, которые в то же время готовятся к Олимпиаде и действуют первыми номерами в каких-то игропрограммах, как пиатлон. Но, тем не менее, у нас есть чем похвалиться. У нас, вы знаете, в июле месяце в городе Казань была Всемирная универсиада Республика Татарстан Российской Федерации. Украина выступила очень достойно. Из 168 стран заняло третье место по количеству медалей. Это 77 медалей. По результату, по золотым медалям, мы заняли шестое место после Белоруссии, опередившей даже Соединенные Штаты. То есть, наш студенческий спорт сегодня на очень приличном, высоком уровне. Это тоже мы должны поддерживать. Можно ясно сказать, как вам? Да. Хотелось бы сказать, почему именно, собственно, Реастрицов был на этот образ. Не знаю, почему вы именно с ним решили сотрудничать. Это вопрос он и Евгений Владимирович. И вопрос Виктору Васильевичу. Интернеза не правильнее. Виктор Васильевич возглавлял, собственно говоря, Луганскую федерацию стрельбы. Что это означает? То есть, по ходе, ну, вот такого вот вопроса. Вот, бросаете ли вы стрельбу? И как вы теперь себя видите вообще на своей новой должности? Почему от Рецов? Пожалуйста. Значит, почему от Рецов могу сказать следующее, что Луганское отделение – это не просто административная небольшая структура. Это еще организация, которая есть в управлении спортивный комплекс и ряд объектов. Сегодня, вы знаете, что государство финансирует не на 100%, поэтому сегодня нужен эффективный менеджер, который будет, сможет эффективно управлять и хозяйственной деятельностью, заниматься и выполнять основные задачи, которые ставятся по развитию студенческого спорта. Поэтому, так сказать, вот я, когда вернусь, что ранее говорили, что почти полгода мы занимались поиском кандидатов, консультировались с губернатором, с главой областного совета, с областителем губернатора. И, так сказать, в результате таких поисков была предложена кандидатура, которая была согласована в министерстве. И, соответственно, мы возлагаем большие надежды на то, что этот спортивный комплекс, который для луганчан сегодня есть одним из, наверное, таких самых больших, самых мастеров, где готовятся сборные команды Украины по реальному спорту. И что все-таки он все-таки морально устаревший, и надо заниматься, строить работу так, чтобы мы могли как-то его в каком-то модернизировать и вводить его в современном стандарте. И вот вы забегаете наперед, я думаю, что, ну, пусть я хочу немножко за Виктору Васильевичу ответить, что я думаю, в лягой он бросит и стрельбу, и свои любимые занятия, поскольку, так сказать, это одно другому непонятно, и мы только будем ему в этом задействовать и помогать. Ну, просто, это в том, что вы не оставите ли вы федерацию, ну, как можно, это детище, которое уже третий год поднимает от Сочи, с усилий и общим, поэтому нет, конечно же, будем развивать. Дружить с блогерами будем. Виктор Васильевич, Владимир Владимирович, мы проводили первое в Украине, что-то есть соревнование между журналистами Бонером, на базе Стрелкового клуба «Соборная поля» при участии непосредственно Виктора Васильевича Стрелцова, как президента Федерации Струбова, в принципе, мы привели на первое массовое претис. 42 человека у нас участвовали, журналисты, блогеры, это было очень много публикаций, то есть речь шла о том, что на самом-то деле вы были не такой, поэтому мы интересуемся. Будете дружить дальше с нами? И только обастрелить. Ну, сейчас такое время, что и журналистов, и тот, что я работал, и не узнал. Я пришел, пришел. Поэтому просьба журналистов, она же, ну, много грязи, и так льется на страницах, ну, надо где-то подходить к этому. Ну, наверное, все-таки сегодня такое время, что надо объединять усилия, и надо совместно составить перед собой цели и теники, потому что по одному, сегодня тяжело выжить, и тем же федерациям, и физкультурно-спортивным обществам, и ведомствам, вот сегодня, так сказать, осветянским комитет плотно сотрудничает там с физкультурно-спортивными обществами, в том числе и в Луганской области, со Спартаком, с Динамом, Колосом, я думаю, только вот и с федерациями в том числе, только совместно мы можем показать все это. Спорт же, он не имеет границ, да? Поэтому, исходя из ситуации, как бы, чем больше будет людей вовлечено стрельбу в плавание, там, в конность, в пультование, в цепете, так что это журналисты, журналисты, я уже в Луганской области, уже умею стрелять, поэтому, так сказать, здесь я... Когда плавать учится, если плавать учится. Кстати, вопрос такой по ходу, есть же какие-то, ну, первоначальные планы на первое время, это, знаете, президенты первые 100 дней, там, какие-то, ну, что-то уже запланировано, какие-то мероприятия там провести? Совершенно верно. Запланированные задачи поставлены следующие. Это первое, по спортивному комплексу определить приоритетность работ, посмотреть наши силы, что какие, то есть, какие аварийные точки. Это то, что хозяйственных деятельностей касается, то, что касается спорта, студенческого, ученического спорта. Сегодня мы, после нашей встречи с вами, поедем, я хочу познакомить и представить Виктора Васильевича с Голубенко, ректором, и с Курилом Виталием Васильевичем. С двумя, да, ректорами, нашими основными, так сказать, заверующими картами, посмотреть инфраструктуру, спортивную базу высших учебных заведений, поскольку, так сказать, это наша прямая обязанность, мы взаимодействуем и работаем. Ну, и вот, собственно, вот такие вот первые задачи. Дальше у нас есть и текущая работа, которая, думаю, уже так не будет, то есть еще не будет. Ну, и основная задача, это сформировать эффективный кооператив, поместительные помощники, которые все-таки будут эти все задачи реализовывать и продлять. Я хотел бы попросить еще раз четко рассказать правильное название должности, на которой будет трудиться Виктор Существу. Нет проблем, она вот даже... Зачитать контракт, ну, возможно, ошибок у нас не было. А у этого контракта есть сроки какие-то? Я вам, да, я же говорил об этом. Контракт у нас... А, или это... У нас такой принцип, что контракт с новыми руководителями, которые приходят в наш комитет в областях, а вот в 27 регионах у нас 9 новых руководителей, подписан контракт на один год. Через год мы, так сказать, подводя первые итоги, определяемся, эффективный человек, вот он эффективный. Если эффективный, контракт продлевается с ним на следующие 4 года. А ты... И так далее, да. Поскольку, так сказать, у меня, как у писателя комитета, тоже контракты с министром, я каждые, там, 4 года отчитываюсь о своей работе, и по результатам со мной продлевается контракт, да, или не продлевается. Какая-то такая практика. Да, нормальная практика, и все лектора, вы знаете, так. То есть это тот эффективный механизм, который позволяет сегодня стимулировать любого руководителя эффективно работать. Должность правильно называется начальника Луганского областного обедделья комитета с физичного выхования Тасполь.